Ну вот такая-такая. Самое интересное, что небо-то вот оно и не голубое. С резкость наводится. Потому что все время, когда резкость пододвигаешь, потом резкость теряется. Вот так вот. Так, друзья, тут немножко отсвечивает. Ну вот такой у нас опять очередной туман, вода. Мы тут вот такую историю летний туман мы продолжаем. Что-то порисовали. Надеюсь, что-то записалось. Сейчас вот я волшебную кнопочку нажму. Может, что-нибудь запишется. Это у меня в последнее время через раз. Приветствую, друзья, всех. С этой стороны экрана, с той стороны экрана. В общем-то, сегодня мы опять рисуем. Продолжаем с младшей группой. Ну, младшая, но это не значит, что худшая. Там просто младшая, да. Не неопытная. Да, постигать основы акварели. И сегодня опять рисуем что-то такое утреннее, туманное. А может быть, вечернее. Ну, в продолжении предыдущих работ, чтобы все-таки закрепить. Поэтому, как обычно начинаем, смачиваем листик. Вот. Вот. Кто у нас смотрит сейчас на ютубе, не забываем про билеты. Вы же помните, какие у нас билеты, да? Билеты, это у нас лайки и комментарии. Пока. Поэтому рассаживайтесь в зрительном зале и не забудьте прикупить билеты. Вот. А то уже по последней работе, как напомнишь, так все хорошо у нас. Как не напомнишь, так все с зайцами, с билетниками сидят, эфир смотрят. Не, не, весь, весь, весь. Все туманные истории всегда начинаем широко. На тебе пошири кисточку. Держи. Широко, обильно. Пусть все это смачивается. И так далее. И понеслось. Небо. Значит, состояние у нас, опять же, не день. Идентифицировать, что это все-таки день, вечер или ночь, или белые ночи, или утро, непонятно. Поэтому будем делать какое-то состояние, но не дневное. Вот небо шкаф. В принципе, мне чем интересно, оно здесь, оно, вот тот вариант, когда можно сделать его не голубым. Да. Вот. Можно, в принципе, сделать даже бирюзом. Я вот люблю всякие колориты, когда вот очень много все пишут референции. Ну, голубое небо, белое облачко, ну, сотни тысяч вот этих работ. Вот, ребята, давайте что-нибудь посложнее по живописи-то делать. Поэтому давайте попробуем вариант, когда у нас небо будет такое вот оно через зелень. Ну, я вам предлагаю голубой и бирюзовый смешать. У кого таких нет в природе, что-то ищем подобное. Вот. Можно там что-то через какие-то варианты. Ну, много его. Он просто бирюзовый всегда красиво заходит с фиолетовым, с сиреневым. Сиреневый и фиолетовый я тоже очень люблю. А там у нас с вами облачка прям такие вот красивенькие, сиреневенькие. Поэтому будем делать живописно. Пигмента много, потому что, в принципе, его здесь много. Можно этим всем закрыть. То есть я вам могу разные варианты давать, но мы все-таки будем с разрывом делать. Вот. Ну, чуть-чуть голубого все равно у него надо добавить, потому чтобы у вас все-таки было понятно, что это не зеленюха травяная, а небесная. То есть немножко голубого можно в эту историю все добавить. Но такое зелень должна превалировать. Зелень должна превалировать. Вот так вот наделали. Ну и, соответственно, небо у нас в этот раз, если мы обычно все время было земли больше, в этот раз небо больше. То есть небо больше, почти на две трети. И мы это небушка с вами почти до середины, ну, можно даже чуть ниже середины, вот просто закрываем целиком. Как вот можете широко. Только старайтесь сразу вот немножко распределить пигмент, чтобы сверху было чуть побольше, книзу чуть-чуть полегче. Вот так вот. Широко, хватко, дерзко. Учитесь красить вот как забор. Сделали. Когда это быстро делается, это все получается так вот, ну, достаточно обильно. Вот ты в синюю все-таки ушла. Хотел к зелени, ты тоже в синюю ушла. Конечно, я же вам говорю, попробуйте посложнее, усложняйте, помочите его на палитре-то. Будет интересно. Ну вот, а низ немножко теперь нужно подснять, в том плане, что нам нужно низ, ну, все-таки засвет, раз мы туманную историю делаем, низ можно заснять. И я вот опять же сегодня в той группе показывал, есть такие чудесные губочки морские, природные. Вот мы эту губочку можем взять, я вам сейчас дам попробовать. Моем, выжимаем и губочкой немножечко это дело все можем прям снять. Губочка хорошо пигмент снимает. То есть кисть она сдвигает его, а губка она вся впитывает в этот момент. И получается у нас такой низ очень мягенький. Видите, сразу у нас этот же цвет, он немножко есть в отражении, там, с водичкой. Делаем разрывчик небольшой, и этот цвет просто широко, а сейчас здесь даже нет, еще закидываем его вниз. Не выбирайте, где там у вас трава, не трава, все, закройте вот где-то снизу сантиметров 10 этим цветом. И он, конечно, поплотнее, но мы потом низ поднаберем, но просто, чтобы он присутствовал. Вот все ровненько. То есть, когда это сделано за раз и в правильном соотношении с водой, пигмент будет очень мягко высеиваться. То есть, это все будет достаточно ровно. Дальше такой момент, смотрите. Поскольку состояние это все-таки вечернее или утреннее, скорее всего, наверное, это какое-то утро, раннее рассветное утро, белых ночей, то все равно теплота за горизонтом, то есть, зорька уже начинается где-то. То есть, там все равно вот эта розовинка идет. То есть, нам нужно сюда, вот на низ, теперь вести, это еще как бы не то, что под облаками, то есть, дальний цвет неба, вести тепленькую историю. То есть, туда можно теперь намешать что-нибудь тепленького, небесного. Ну, оранжевый это будет откровенно, поэтому можно взять какие-то красненькие с оранжевым, может быть, с желтеньким. Ну, какой-то теплоты, такой вот малиновой, малиновой немножечко. Ну, туда его тоже занести, но не густо. Что-то теплый какой-то намешали. И немножко сюда вниз вот это вот заводим, и над водичкой тоже заводим полосочку. Вот так, прямо две полосы. Если сразу туда мазнуть, ничего не делала, она сама смешается, то есть, даже не надо сводить аккуратно. Можно кистью сделать. То есть, мы вот просто подсветили. Подсветили эту историю. Здесь серединочку оставляем беленькую. Вот, ну, пока мешаем. Смотрите, облачка. Облачка, в принципе, там красивые, сиреневые, немножко с розовым, но мешаем их уже достаточно сухо. Ну, потому что они, в отличие от такого эфирного небушка, более материальные. Вот если есть лавандовая, ее можно хорошо взять в базу, потому что она сама по себе такая немножко пастозная, пастельная гамма. У меня, кстати, все лавандовая. Все, умерла. Намешали. Это я уже 10 раз перемешал цвет. Вот. Значит, небушка хочется заложить немножко все-таки с какой-то динамикой. Ну, то есть, чтобы было оно интересно. Оно хоть и мягкое, но оно у нас есть. Если посмотрим, у нас, скажем так, воздух движется вот так. То есть, у нас обычно право, динамик, левая диагональ, да, идет. У нас такие вот, они достаточно легенькие, уходят туда за деревья. Значит, низ нам, в принципе, неинтересен, потому что будем все закрывать цветом деревьев, поэтому его чуть обозначаем. А вверх нам нужно достаточно рваненький брать, да? Я достаточно рваненький, даже хочу что-то зелень добавить, чтобы посложнее было. Вот, поэтому начинаем, соответственно, уголочек оставим светлый и заносить, как обычно делаем облачка, едва касаясь, как вот метелочкой, едва касаясь, рваненько, чтобы у нас вот едва ловить этот момент, даже темновато, немножко можно полегче, полегче. Хотя, в принципе, в вечернем состоянии облака могут быть потемнее, потеплее чуть-чуть сделаем. И начинаем вот эту вот историю, все как бы вот так вот вымахивать. Как вот у нас эти облачка идут? Вот они такими клочочками. Клочочки, клочочки, здесь где-то клочочки. Вот такие легенькие. Едва-едва заходим, чтобы чуть-чуть небо через них смотрелось, но и были такие они рваненькие, то есть такой полосухой кистью. Поскольку это все по-сырому, это все будет достаточно живенько. Даже я могу здесь вот наверх куда-то вывести. Здесь побольше. Ну и может туда под свет более тепленький в них дать еще снизу. То есть снизу немножко грязная, мне кажется, цвет, можно было поинтереснее поискать. И легче. Ты видишь квадратики, в небе нет квадратиков. Это все равно должно быть, ну, достаточно все легко. Здрасте. Вот, а поскольку снизу светит на них еще солнышко там, где-то снизу можно сделать чуть-чуть вот так вот, поярче где-то. Легко, это же воздух, это облака, это не заборы. Вот так вот, да, где-то там. И кисточку моем сразу. Местами красиво, то есть лови в этот момент. Все, крошки какие-то мне не нравится в тебя. Почему за крошки? Да, полотенце. Немножечко сухой делаем чуть-чуть все-таки ощущение объема здесь, ну, воздуха. То есть где-то можно немножко поддать вот это движение вокруг этих облаков, чтобы они были интересными. Здесь у нас деревья будет, поэтому сильно, шибко не закрашивай, надо было, чтобы цвет какой-то светился. Вот так. Красивенько, не красивенько пока. Не красивенько пока. Смотри, у тебя облака, они могут быть еще ниже. И дело-то полегче движение. То есть ты расслабь руку, то есть ты что напрягаешь? Где-то тебе? И чуть-чуть, значит, у них поищите какие-нибудь светлые. Там все равно есть, что вытащить в объем. Хочешь, чтобы это было все так вот легко? Что-то мазнули, тут смахнули. Учитесь писать непринужденно, это я всем говорю. А то все очень напрягаются. Это должно быть акт такой медитативного удовольствия. Что-то мазнули, как чувствуете? Даже на референс не надо смотреть, как вот оно чувствуется. Белый всегда красиво снимается. Можно даже сухой губкой, опять же, если есть губка, у нас простаивает. Губочку можно опять взять, показываю губочку, выжить. И где-то можно губочкой снять эти. Она очень хорошо пигмент снимает, ну, чтобы облачка были такие у нас поинтереснее. Вот так, поковыряться губочкой. А просто помимо пигмента еще и воду захватывает. Когда воду захватывает, получается это все более фактурно на листе. Я уж тут увлекаюсь, но ногу не надо так побаловаться. Вот. И вот это свечение от облаков, оно хорошо отражается в воде. Ну, уже поинтереснее. Оно хорошо отражается в воде, поэтому мы это дело заводим в воду, но заводим, у нас вода фактически идет там вертикально уже. То есть, если мы первые закинули просто цветик, то здесь нужно вот этот цвет нам примерно от какой-то линии загнать немножечко вот так вот где-то вертикально. Не везде фрагментами, потому что деревья будут отдельную историю давать. Вот эти облачка. Видите, мы так от пятна идем, от общего, каких-то от общих решений. Ну, прямо так вот смело. Туда-сюда. Далее. Ограничку, опять же, поскольку туманчик, нам четкие не нужны. Чуть-чуть сняли. Здесь можно что-то снять. Вот такая вот подготовка. Правда, шлан. Работа. То есть, в принципе, немножко экран как бы гасит, мы не видим, но там на самом деле еще, ну, даже есть стволы и все остальное. И плюс есть еще совсем дальний-дальний, вот там прям совсем дальняя история, в углу, в левом, то там еще дальний планчик. Вот начнем пока с него. Что-то такое серо-фиолетовое надо помешать, но уже можно густенько, потому что это уже не воздух, это уже деревья. И вот немножко коричневого, вот эту всю капельку коричневого, капельку фиолетового, капельку бирюзового, такая вот. Даже синего можно, пусть будет похолоднее. Далекая, туманная какая-то такая, далекая, туманная там у нас даль. Совсем какие-то дальние деревья. Еще даже можно коричневый добавить. Вот она, туманчик. Что-то издалека из-за туманчика торчит. Значит, какой момент такой? Нам надо, чтобы низ был мокрый. Ну, то есть, там же все равно это все по воде. Я боюсь, что здесь уже все подсохло. Поэтому мы вот, ну, примерно понимаем, что у нас вот здесь будет дальний план. Низ чуть-чуть подмачиваем. Вот просто кисточка чистенькая какой-нибудь. Пару сантиметров низа подмочили. Вот здесь. Намного-то не надо. Чтобы у нас... Вот низ подмочили, верх сухой. И туда сажаем. Чуть-чуть кусочек каких-то дальних. Одним пятном. Ну, дальних каких-то деревцов. И низ сразу разум. Поскольку у нас там сырое, делаем мягкий. Вверх четкий, низ воздушный. Вот все. Вот теперь оставляем, пусть сохнет. Такая даже, может, пока зимняя история непонятная зимы. Теперь смачиваем всю полосочку. Вот прям беленькую вот эту нашу. Смачиваем ее. Мы ее специально берегли. Чтобы светик был. Мы ее смачиваем. То есть это вот та граница будет между берегами, где у нас будет туман. То есть стараемся ее сохранить. Потом в итоге светло. Светленько. Вот мы ее смочили. Мы в нее не лезем. Но она нам нужна, чтобы был переход мягкий наверх. И теперь нам надо будет посадить два слоя деревьев. Надержи вот кисточку. Я тебе могу и губку дать, но лучше вот такую мягкую кисточку. А зачем тебе? Почистить? А, ну держи. Можно губкой. Деревья. Они достаточно большие, высокие. Здесь мы сделаем теплое, более зеленое. А дальний план нам нужно сделать, соответственно, обобщенные несколько масс, что там что-то такое растет. Ивы какие-то. Если мы вот эту делали совсем синюю, фиолетовую, то здесь это все-таки ближе к зеленым. То есть зеленый, синий, синий, зеленый, фиолетовый. То есть это должна быть зелень, но очень холодная. Я поэтому вот в этот же фиолетовый, который у нас был, просто добавляю зеленый и добавляю туда чуть-чуть бирюзового, чтобы это все было вот в одной такой колористической гамме, но в то же время достаточно плотная. Вот фиолетовый, бирюзовый и зеленый, они дают такую интересную холодную историю. Она и не яркая получается, но достаточно плотная. Достаточно плотная. Ну так вот сделали ее. Значит, низ у нас там весь туманчик заходит, поэтому можно даже взять, так вот, широко закрыть холодцом этим таким. У нас же тут смочено, соответственно, нам просто провести туда пока где-то вот такую линию. Начнем с нее. И ее нужно размыть сразу, потому что сниз нам нужно сделать нематериальный. Низ надо сделать прям губочкой, сразу можно ее подобрать. Сверх темный, а низ должен уходить вот мягко. Можно кисточкой, можно губочкой. Вот так. Чуть-чуть что-то в цвет заходит. Вот ловите эту линию. Не примакивай, ты когда примакиваешь, ты фактуру делаешь. Только протирать. Потому что это губки, их можно использовать для фактуры, но нам фактура здесь не нужна. Нам нужна здесь мягкость. Можно это кистью делать? Вот. Все, низ посадили, а теперь вверх, соответственно, собираем в какой-то силуэт деревьев. Значит, вот сюда не лезем под ладошку, потому что здесь у нас, скажем так, одно будет деревце, но за ним есть дальние силуэт дерева. Просто вот так собираем. То есть мы к этому пятну лепим макушку. Здесь оставляем под зеленое. И дальше пару деревьев таких у нас, они совершенно совершенно такие, одним силуэтиком. Ну, там что-то далеко торчит. Но самое главное, просветы, просветы, то есть розовые, там тоже сохраняем в небе. То есть не наглухо. Все красиво, когда послойно. То есть эта послойность в акварели, она очень важна для понимания пространства, воздуха, глубины. А то какой смысл красить сзади все, если мы это все закрасим. Ну, вот так вот. Похоже, да, цвет? Ну, более холодным. Можно даже вниз еще там немножко захолодить его. Если хотите, чтобы были более такие насыщенные. Можно даже еще вниз холодильник. Но самое главное, чтобы это все светилось насквозь. Ну, вот так вот. Размытую такую историю. А здесь сюда нам нужно уже посадить, вот видите, красивая такая ива кучерявая. Но она уже с цветом. То есть если вот дальняя история совсем без цвета, то здесь вот эта ивочка, она уже с цветом. Соответственно, низ у нее будет более холодный, а вверх такой прям даже там тепленький. Ну, можно сверху, можно снизу. Давайте сверху начнем проще будет. То есть туда можно добавить уже капельку оранжевого-зеленого. То есть это уже такая подсвечная, на нее уже какой-то цвет упал. Цветик. Вот такой немножко зеленый, с оранжевым. Ну, не очень, все равно все мягкие отношения такие. Не очень откровенно чистая зелень, потому что все равно состояние общее утреннее. И если видите, оно такое, с таких, как брокколи, с таких состоит вот ивы всегда красиво рисовать. Это такие шарики, веерочки. Вот один цветик взяли. Чуть-чуть просветик оставили. Второй цветик взяли. Немножко оставляем воздух вот этот вот. Вот, может, даже где-то еще потеплее здесь вот. С просветиком. А низ, ну, он такой более темный-зеленый, потому что там уже тень внутри дерева. Немножко тоже силуэт некрасиво получила и слишком зеленый. Ну, ладно, это как бы тебе спишем. Так. Внутри, так вот, что-то может почетче, что-то понягче. И в ушко. Главное, чтобы просвет в дырочке остались. Если не будет дырочек, нам некуда будет потом воткнуть туда стволы и все остальное. Ну, а низ, низ можно совсем похолоднее еще сделать. То есть в одно пятно дерева можно вводить несколько оттенков. Вот от теплых до внизу прям холодно-зеленых. Чем ближе к земле, больше влияния, больше влияния уже воды. Вот тут общего состояния. Тут закрыли на почти до самого низа. И вот этот вот холодный-темный мы сразу отражаем вниз. Но отражаем как? Деликатно, потому что там еще берег. Нет, давайте пока отражения не будет, то вы сейчас запутаетесь. Не будем отражения. В общем, оставляем пока дерево так. Но низ делаем мягкий. Вот опять же, можно губочкой, можно кистью. Вот этот низ, он должен быть очень вот такой. Нематериальный. Все, там все туман сожжал. И нам как не крутить, но придется сейчас начинать с воды. Ну и хорошо. В общем, у нас вода немножко подсохла. Ну, подсохла, да. Значит, все, что пока сейчас есть на палитре, надо немножко отразить хотя бы по этому дереву. Но чуть-чуть добавьте туда еще холодненького. Потому что иначе отражение всегда чуть-чуть темнее, чем само объект. И вот это дерево. Значит, пропускаем здесь расстояние, потому что нам все равно нужно сделать, там будет травку какую-то, еще что-то. Отступаем сантиметров несколько. И примерно этот силуэт просто повторяем вертикальным мазочком вниз. И до самого низа можно не доводить, но примерно попонимать, где у нас. Вот так вот здесь сделали. Верх опять же мягенький пока. Закинули цвет. Верх смягчили. Вот у меня теплота там есть, которую я здесь не... То есть мы берем каплю оранжевую сюда. И эту теплоту тоже здесь немножко фиксируем. Чтобы было соотношение по колориту тоже одинаковое. Вот. Дальние деревья, они тоже у нас в принципе отражаются. Чуть-чуть. Берем ту дальнюю палитру, пытаемся восстановить. Ну все то же самое, только у нас еще с холодинкой какой-то. Ну и где-то это все добавляем еще немножечко в воду. Хочу даже прям голубого какого-то туда посадить. Ну не до конца, вот чуть-чуть добавили, все. И остальное промываем. Промываем. Старайся вот эту гарничку тоже мягкую делать. То есть все равно вверха тут четко ничего не должно быть. Просто пятна заводим под светом. Все мягенькое. И низ тоже, соответственно, можно немножко подразмать. Вот так. Так. Значит, дальний берег пока непонятно. Который у нас же тут как речушка за поворот уходит. А вот здесь у нас вполне себе такая вот понятная, такая клинообразная история бережка. Значит, у него есть верхняя плоскость. Верхняя плоскость. Она светлая, зеленая. Вот она есть. И даже такая чуть-чуть теплая. Ну можно какую-то красивую зеленюшку туда довести. Зеленый. Я вот прям выберу майскую с бирюзовой, например. То есть это подсвеченная часть такой травы. Она чуть-чуть в тумане. То есть вот она бирюзовая, зеленая. Так и красивая получается часть. И ее просто широко. Прям плоскость туда. Немножко опять же оставляем белый обязательно воздух. То есть она должна светиться. И этот клин туда вот так вот. Прям закрашиваем. Вот так. А верх опять же протираем, потому что нам сейчас ничего не надо здесь. Не надо ничего здесь четкого. И вот этот воздух мы сохраняем. То есть вот этот воздух нам надо сохранить. Можно опять же, кто хочет, можно губочкой попробовать снять. Вот я думаю, сейчас зрители, они обратят внимание, какая разница. Вот видите, это группа четверга. Ни слова, только я тут говорю. Все настолько сосредоточены. Вот когда субботний эфир у нас там, там все что-то хохочут, рассказывают, комментируют. А вот четверг у нас прям в режиме радио, в режиме радио. То есть я говорю, все остальные молчат. Ну вот так вот люди разные, потому что они еще не расслабились. Вот я никак не могу у них это напряжение снять. Вот они все стараются. Красиво, сохраняй. Все хотят сделать шедевр. Шедевр. Вот. Таня, Таня голос проявила. Шедевр. Шедевр, да. Не идите за результатом, идите за процессом. Сразу все остальное будет приложиться. Можно все снимать. Можно где-то что наделали. Все снимать. То есть нам надо прощаться, чтобы было все вот воздушно, нематериально. И немножко как бы даже вот клочками такими. Воздух, он же когда туман, он не движется прям вот стеной. Он где-то больше, где-то меньше. Ловите эту границу. То есть верхнюю плоскость сделали. А теперь надо этот клинышек сделать более зеленый, более насыщенный переднюю плоскость. То есть то, что уже к нам идет и к траве, и к земле. Такой же, не думая, просто темнее сюда заводите. Вот я все вас приучаю к большим резким таким каким-то формам. Не бояться. Потом травку нарисуем. Сейчас нам задача вот по цветам разложиться. Можно даже это немножко в воду отразить. Эту толщину этим же цветом. Но я не хочу, чтобы пока с отражениями. С отражениями хочу, чтобы мы там поиграемся. Но где-то чуть-чуть можно ее вот так вот капельку дать. С водой отдельно просто историю сделаем. Я кое-какие мысли есть по этому поводу. Все, вот. И оставляем это дело сохнуть. И надо нам будет сейчас с вами разобрать это большое дерево. Оно красиво. Оно, в принципе, занимает почти весь лист. Вот. Поэтому надо будет его сделать интересно. Как раз хоть деревья порисуйте. Но хочется уже его набрать такими, ну, пятнышками сквозными. Немножко должно быть, конечно, по-сырому. Вот у меня, в принципе, я чувствую граница более-менее. Значит, давайте так сделаем. Сначала сделаем теплую часть, а потом к ней холодную. Вам будет так попроще. Ну, вот берем теплый зеленый. Это можно взять, что не ошибетесь, оранжевого, зеленого. Ну, вот такой не дневной, не ядреный, яркий. Вот оливковая, оранжевая, в принципе, они... Тут небольшой нюанс на тепло, он уже даст вам ощущение того, что это как бы тепло. И внимательно смотрим, где у нас там с вами в листе есть эти такие теплые фрагменты. Так, ну, я по своей немножко композицию изменю. Ну, у меня дерево просто что-то много занимает. Вы смотрите по своим листам. Ну, соответственно, с самой глаз сохраняем просвет, чтобы у нас вот тот дальний цвет, который мы там красиво намешали, все это сквозило между, поэтому набираем все клочками. Ну, и как бы группами веток. Вот пока теплая первая по форме. Ну, вот так вот. Вот первые клочки посадили. Вот будет красиво, если у вас там будут какие-то вот внутри незавершенные. Мы потом сделаем тоненькой кисточкой листики. Сейчас мы рисуем массами. Смотрим, где у нас еще теплый свет здесь есть. Вот здесь у нас какая-то ветка такая тоже теплая. Но так, чтобы не играла с той дальней. Набрали массу. Где еще здесь есть? Ну, более сухо. Бери, смотри, более рвано. То есть хочется, чтобы все-таки просвет был. Здесь вот такая теплая история пошла у меня. Ну, вы смотрите, каждый свое дерево придумывает. Он здесь. И, например, мне вот это нравится, вот этот просвет, я его буду стараться сохранить. Я поэтому сделал чуть выше, чтобы внутри дерева была вот такая шикарная, шикарная двухцветная дырка. И вот здесь, может быть, эта ива еще здесь вот сквозит. Она почти даже до края. Но она широкая, это хорошо. Я тут подарить теплую часть к ней. Стараюсь двигать. Ты опять примыкаешь. Я все-таки хочу, чтобы у тебя двигалась кисточка. Учись шуршать ей, как бы шуршать кисточкой. Ну, а теперь делаем к этому более зеленую. Историю зеленая, зеленая. Подбиваем к ней зелень немножко. Ну, и даже с холодинкой можно, с какой-то, потому что это чуть-чуть сзади находится. И вот каплю зеленую, каплю синего. И смотрим, где у меня этот цветик. Он как бы заходит за это пятно. То есть мы сводим эти пятнышки вот так вот немножко вместе. Сзади туда пошла. За это. То есть у нас будет разница сразу здесь теплая и холодная. Здесь у нас объемчик пошел более холодный по этому дереву. Ну, где-то просто чуть добавляем к этим пятнам. Внутри дерева тоже есть какая-то холодильничка. И здесь низ тоже, он более холодный. Пока просто массами такими цвета. Мы не стараемся сделать, нарисовать дерево. Но все равно собираем это в одно большое такое пятно. Но даже можно здесь какие-то отдельные еще, еще какие-то листики дать. То есть она, ива интересная, она за пределы где-то выходит. На краю можно побольше просветов дать. Вот так вот. Большая масса. Большая, 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 большая. Все, молодцы. Закрывайте. Только смотри. Не забывайте, можете даже подснять внутри. Вот теперь сухой кисточкой где-то. Там такая была красивая дерево. Ну, нам сейчас воздух, 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 воздух сохраняем. То есть это все такая вот туманная, туманная. Низ тоже нематериальный. И тут, кстати, внизу еще такой куст какой-то там растет. Или это ветка, кстати. Вот тут непонятно, что что-то к воде опускается. Скорее всего ветка какая-то. Можно даже эту ветку сделать. Это будет интересно. Я даже вот эту ветку сделаю. Я такую более бирюзовую. Потом ее обыграем. Вот она сюда даже ветка такая к воде какая-то опустилась. От нее вот она воды касается. Такая ива у нас. Вот. И что теперь надо делать? Теперь вот эти цветики нам надо, потому что мы уже делали, отразить по воде. Отразить по воде. Но, ладно, пока не спешите. Делайте дерево. Я сейчас расскажу, как отразить. Берем волшебные тоненькие кисточки, которые называются лайнер. Вот опять там миллион вопросов в ютубе. Каждый второй. Но они не хотят пересматривать другие ролики. Что у вас за кисточка тоненькая? Показываю еще раз. Рублев. Но это опять не реклама рублев. Просто рублев. Двоечка. Складная. Синтетика. Очень удобные кисти вот такие вот походные. Они недорогие. В капсуле ничего с ними не происходит. Вот у меня их, видите, целая куча. Кисточек. Поищите на всех классифайдах. Ну, не классифайда, а во всех интернет-магазинах они есть. Значит, чтобы дерево превратилось в дерево, что-то ты уже там импровизируешь, какое-то сделает, непонятно. Надо немножечко сделать нам силуэт более такой клочкастый. То есть ко всему этому нужно просто исправить. Потому что мы набрали массу большой кисточкой. Да, бери любой. Вот. И теперь немножко исправляем. Ну, вы же видите, такая ивочка, она все равно, вот, макушечка у нее более миленькие листочки. То есть мы только силуэт, только силуэт исправляем, добавляем немножко вот этой вот живости. Потому что некоторые начинают рисовать все маленькая кисточка, смысла никого нет, потому что внутри все равно все обобщается. Кисточка только исправляет пятна, которые дал нам неинтересно большая кисть. А маленькая это вот для уже более таких вот уточнений художественных. То есть мы делаем силуэт дерева. Ну, его можно менять, где тепленькими листиками добавить подсветочку, где тоненькими. Даже внутри вот пятна, чтобы пятно было интересно, чтобы было понятно, что вот эти клочки остались, что это все-таки ветки формируют. Мы немножечко добавляем натуралистичность вот эту вот точечную. Поэтому, в принципе, деревья не должны вас пугать и не должны сложности создавать в написании. Не старайтесь их делать слишком подробно. И вот как раз вот где светло оставлено, где красиво-некрасиво, делаем тут листву. Там можно обратить силу. На, вот я их достал. Только не, да, посмотри, там двины, потому что у меня некоторые короткие. Только чуть-чуть где-то на что-то, у кого особенно прямоугольники получились, вот эти прямоугольнички превращаем в листочки кое-где. Ну и нижние вот это тоже у нас, соответственно. Вот оно, красивая такая масса. Только старайся, смотри, не отдельно, а прилепляешь как бы пятно. То есть, видишь, у меня получается, я не отдельно рисовала, а продолжу этот цвет, продолжила это пятно. То есть, то есть, все равно немножко в пятне это все сводишь. То есть, это должно быть ощущение, что вот это такое. На, держи. У тебя красиво дерево, ты поэтому сделай где-то немножко вот это. Ну, я боюсь испортить. Не испортишь. Хочу просто пока у меня есть, вот где-то маленькие, где сухие, в принципе, можно. Можно начинать потихонечку сюда прилеплять веточки, но я боюсь, что у вас, наверное, все сыро. Значит, для этого наводим цвете какой-нибудь серенький, то есть коричневым и синим, но очень сухо. Очень сухо, потому что иначе будет у вас тут все. То есть, черный не надо делать. Не рисуйте никогда эти деревья черными. Лучше фиолетовый с коричневым смешать или синий с коричневым. То есть, чтобы был сложный, сложный какой-нибудь серый цвет, чем, пусть он холодный будет, чем будет просто черный. Это вот очень много, смотрю, мастер-классов, где черные стволы. Думаю, ну где вы их берете-то, этот черный, там, ну зачем эта графика нужна? Что ж с колоритами надо делать? Это дерево такое многоствольное. Вот оно очень прикольно, что это такой, ну, не знаю, может, разросшийся куст. То есть, тут не один ствол, их много. И они все разные кривые. Вот этот характер вам обязательно нужно повторить. То есть, его нужно понять, поподловить. И, опять же, не рисуем насквозь. Вот у вас есть пятна цвета. Соответственно, вы вот представьте, что идет ветка, доходит до этого пятна, прерывается и где-то повторяется. То есть, нужно сделать хотя бы только в просветах, чтобы у вас было прям толстой кистью, пока тоненькие, пока не будем делать. Но это все должно быть не параллельно, не перпендикулярно. Это все должно быть вот как бы, как из центра, клочками какими-то, вот вырастает такая вот форма. То есть, вот оно пошло к дереву, пошло. Где-то дальше просветики у нас идут. В эти просветики продолжается этот стволик. Вот просветик идет, в него продолжается стволик. Ну, где сыровато, вот у меня сыровато, я, конечно, спешу, лучше бы подсушить. Ну, пусть будет уже, лень. Лень это все дело подсушивать. На туманных остерях можно. Но можете смотреть, если что, если у кого сыра, лучше не спешить, либо через фен. Вот. Да, можно подсушиться немножко феном тогда, чтобы вы деревья не испортили. Но я любитель на границах мокрого сыра. Вот верхний силуэт есть красивый, я вот оставил. Ну, в него дерево и развиваем. Вот в эти клочочки, которые мы оставили. Пока крупные. Пока крупные. А потом можно взять лайнером этим же цветом. Не будем прям совсем мелочиться по веточкам. Да, Ксюшка, сделай доброе дело. Вот. И тоненькое уже, соответственно, делаем красивое. Уже делаем такие веточки, вот просветики. Кудрявенькие. Чуть-чуть кудрявенькие. Сюда от этой веточки пошли. Вы можете пока начать с сухих мест. То есть, наверняка есть где-то что-то уже, что пересохло. Что-то, где пересохло, оно может даже вот тут вниз чуть-чуть склоняться. Вот видите, у меня как оно тут выходит из формы такие вот сухие. Ну, так. Где-то могут быть просто ветки, вот снизу, например, на светлом. Главное движение должно быть такое вот, чирк, легенькие. Учитесь веточки рисовать вот прям вот. Вот так вот. Ткнули, 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 ткнули. Потому что если рука будет тяжелая, не будет живая веточка, как вот в природе. То есть, она должна быть у вас такая вот стремительная. Ну, чуть-чуть далее. Много не надо, потому что мы все не будем прям подробно рассказывать. И, соответственно, можно опять же в форме брать волшебный мастихин где-то. Но это не для всех. Можно поискать еще более интересные какие-то просветики по листикам. Где-то, 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 где-то. Чтобы это вот так вот прям. Я вижу, что многие художники даже мастит, они потом вот эти просветы набирают все белилами. Вот, не буду называть фамилии. Зачем белила? Когда вот можно взять, вот, снять этот цвет. И это будет зато акварель. Ну, естественно, это будет не выкрашенная. Ну, то есть, вот мы еще эти силуэты, пятнышки немножко можем как бы вот где-то подснять. Соответственно, делаем вот этот сквозной, то, что мы там видим. Где-то можно по две веточки подчеркнуть. Это уже такая, получается, как бы графика такая доделывающая. Но она вот дает такое ощущение этой мелочности вроде как. Ну, и можно даже где-то дать свет пару каких-то веточек таких, где свет на них полно. Не надо увлекаться. Потому что я так просто показываю в плане демонстрации, что какие возможности у этого всего. Ну, и пока так. Вот так вот. Дерева, дерева. Кстати, к дальнему дереву там тоже можно пару столов прислать. Они там есть, ну, раз уж кисточка дырень. Но там они прямо фактически холодненькие, серенькие. Вот видите, сбоку вот такие сквозья. То есть прям серенький-серенький, легенький. Чтобы было понятно уже, что это дерево. Буквально несколько. Они такие вот туда склоняющиеся к форме. То есть туман выходит. Так что же деревья? Вот туда их. Ну, тут уже внутри дерева не надо. Только между. Где-то далее. Чтобы было понятно, что там тоже растительность. Все, больше ничего не делаем. Буквально несколько. Вот так. Ну, хорошо. Я ставим верх пока посушится. Потом посмотрим, что можно с ними сделать. Нам надо сделать воду. Что я хочу сделать вам с водой? Смотрите. Вода, что была интересная. Ну, не просто. У нас, в принципе, уже она у многих. Вода, кстати, очень красиво у тебя получилась. У кого нормально зашла. Значит, там на воде, вот если вот эта рясочка такая прикольная, зелененькая. Ее хочется обыграть. Как мы ее обыграть лучше? То есть нам нужно заложить бы сюда горизонтальный цвет и отражение уже утыкать в эту зеленую и продолжать. Поэтому сейчас мешаем цвет вот этой вот ряски на воде. То есть это такая нежная, зеленоватая, голубоватая зелень. Где-то таким пятнышком. Ну, она такая свеженькая. То есть она, в принципе, даже может быть почти и майской. Но только чуть-чуть добавят в нее холодинки с бирюзовой. То, что любят клевать уточки, всякие птички. Ну, это красивая такая история. Она прямо идет от берега. Прямо идет от берега. Я вот такой мешал. Значит, нужно будет сделать пару таких легеньких, сухих, горизонтальных движений. То есть нам нужно сначала заложить эту плоскость вот этой вот травки вдоль какого-то бережка. Но с берега по Касино непонятно где. Вот у нас она здесь идет. Ее, смотрите, чуть-чуть можно оставить светлого. То есть мы поиграем с отражениями. То есть где-то ее просто делаем вот туда. Даже можно еще потеплее. Я смотрю, еще можно здесь не бояться теплоты, потому что она должна отличаться. Также можно немножко еще отличаться. Ну, где-то у нас эта рясочка такая пятнышками немножечко. Немножечко. Где она у нас еще может быть? Где-то здесь. Какие-то пятнышки. Вот так. Горизонтально. То есть это то, что касается вот то, что по воде. Такими вот клочочками. То есть мы эту плоскость сохраняем. Да, ну, это хороший цвет. А вот теперь под нее, то есть мы ее оставляем, заводим уже темное вертикальное отражение. Ну, то есть берем то, что у нас есть на палитре, то, что осталось от верхнего дерева. Дерег пока не трогаем, передний план не трогаем. Ну, и начинаем, доводим цвет, например, до этого зеленого. Пока тоже немножко тут травку еще сделаем вертикально. Прерываем и продолжаем под ним. У нас получается такая граница, разница по фактуре мазка и по мазку. Где-то вот это деревце, то есть что-то вниз пошло. Дошли, довели. А там надо увлажнять? Да нет, не надо, в принципе. Ну, если сухо, можно увлажнить. Но вообще мы сейчас, в принципе, сейчас все этим цветом-то, по идее, и увлажним. Мне вот чуть-чуть влажно. Но не переливайте только немножко. Самое главное, немножко в колорит попадать. То есть вот это дерево, если есть там теплый, внизу, соответственно, должен быть этот теплый, где-то повторяться. Пока такая рваненькая часть вся истории. Чтобы это все срослось, слилось. Но если какие-то горизонтальные просветы, линии будут остаться. Таня, ты опять макаешь. Ну, что за движение такое? Я никак не могу у тебя ровнуть. А, потому что планшет. Откуда оно это берется? Где? Да, ты вот, я говорю. Так вот, сижу за ловнями. То есть ты должна промазывать цвет, протягивать его. Протягивать не усложняет себе. Ну, где-то все это смахнуть насухо, так вот, горизонтальщикой такой. Совсем не будем прорисовать ветки вот эти вот. Но тон, где ствол идет напротив, надо немножко его отразить. То есть мы его не прорисуем прямо как он есть. Сейчас его потемнее сделать. Вот. И мы примерно понимаем, чтобы это было оно сразу дает отражение. Где у нас ствол? Вот он, например, здесь отражается пятном, да? И немножко отражается ниже вот этих вот. То есть мы где-то его отражаем, эти веточки. Здесь они могут отражаться чуть-чуть. Цветом таким. Ну, тут даже можно немножко потом размазать вертикально. То есть туманная, когда вода тоже там нет, нет зеркальности. Нет зеркальности. Чуть-чуть дать какого-то рельефчика на воде. Это пока общее, потому что потом, когда траву сделаем еще береговую, мы ее четко отразим. А это пока вот что-то такое отражается в воде. Ищите. Если сухо, то лучше подсмочись. Но чтобы все равно границы должны быть такие размытые, акварельные. Кстати, потихоньку дерево усыхает. Можно внутри дерева уже даже какие-то будут поискать. Еще и листички, пятнышки. Опять же, на границах пятен форм, чтобы где мы хотим сделать, чтобы у нас было пообъемнее. Вот так вот. Здесь граница может быть. Чтобы разница была по пятнам. Это дерево получается объемненькое. Вот так, легонечко посуши с сухой кистью лучше. Ну и вот. А теперь-то, в принципе, нам осталось только посадить вертикальную туда травочку. За час с вами. Даже с младшей группой сделали за час, в принципе, работу. Теперь берем зеленый. Вот и опять все, что осталось на палитре, такой же зеленый. Уже когда более-менее сухо. Значит, у нас есть разница. Дальний берег. Ну, потом посмотрим, что с ним сделать. С этим туманом у кого как. Ну, начнем пока с переднего. Он там прям есть толщина. То есть, в момент примыкания берега к воде, его можно даже прямо поставить кисточками такими будет. То есть, вот он здесь. Вот здесь начинается. Где у нас еще идет? Здесь. Чтобы было понятно. И от него поднимаем траву, травочку. Прям вот поверх всей этой истории. То есть, сначала ставим кляксу, а потом сухой кистью поднимаем. У тебя получится, потому что и кистью. Возьми, нет. Нет? Возьми, попробуй этот самый пожёще. Я просто... Вот это по фактуре поинтереснее будет. Я боюсь, что у тебя немножко другая синтетика. Сухой. То есть, мы ставим кляксу, а потом ее начинаем превращать. Так, смотри, немножко должно быть разное. То есть, как бы поверх тумана делаем вот эту вот линию травы. И сразу же ее немножко отражаем, но только чуть-чуть с отступом. То есть, чтобы она у нас давала ощущение, что там... Анечка, смотри. Короче, показываю. Вот просто кистью ставишь, например, пятно, да, сюда. Где между водой и самого. И потом это пятнышко просто поднимаешь. Так, сухой. Ну, как бы, в траву. У тебя, получается, сзади вроде туманная, а передняя травка такая получается. Вот прям травка. Это вот как в формалинии берега, да? Да, да, да. То есть, мы прям смотрим, вот это, как у нас этот бережок. Мы теперь определить делу в берег. Да, но это уже... Только не забывайте, что там еще мы оставили место под рясочку. Вот это все. Теперь нужно вот теперь все фактически свести в одно. Пока толстая кисточка. Пока не надо тоненькой. Да. Много травы не надо, в принципе, но ее все нужно обозначить. Самое главное, чтобы она где-то вот на сухое, на сухое зашла, тогда мы ее видим. Ну и, соответственно, ее вниз немножечко повторяем. Все туманные истории, но такие травянистые, водянистые. Берем лайнерочек и можно какие-то отдельные травиночки. Они же красивые, там на фоне чуть-чуть делать более живые. Только что они у вас должны, ну как трава, что-то склоняется к воде. Соответственно, это отражаем. То есть вот отражение, смотрите, внимательно сделали. Здесь сделали, вниз отразили. Сразу получается зеркальность и реалистичность. Не всей массой, только отдельными какими-то травинками. Вот сделали, отразили. То есть глаз снова выхватывает. Повторный ритм только на каких-то отдельных формах. Все, не надо прямо отражать. Вот и все. Вот оно, тут туман, тут туман, тут туман. Что-то из него торчит, зайдет. Можно из этого тумана здесь тоже какие-то кулачки вырвать. Что-то торчит тут, здесь. Как мы там в детстве. Вышел месяц из тумана, да? Вынул ножик из кармана. Вот. Все вот так вот цельненько. И где у нас эта вот трясочка была, можно я немножко подчеркнуть. Почти коричневым границы между ними. То есть она все равно очерчена как бы таким вот силуэтиком. Ну или коричневым, или зеленым. Немножечко вот эту травочку такую здесь. Плоскость как бы, подчеркиваем. То есть я прорисовываю вот это всего. Того, чего мы оставили здесь. Даст более такой кусочек. Так у меня не прислоняйся, грязно я тебе испачкаю. Кое-какие пятна, которые мы первые закидывали, мы просто им делаем, как сказать, толщинку и деталировочку. То есть на воде тоже трава. И мы ее подчеркиваем. Немножко, немножко, ну как бы художественность какую-то такую добавляем. Проделанность. Чуть-чуть везде не надо, где-то сделали. Что у нас такая тут болотинка. Только тень под ней. Ну, с какой-то стороны доказали. Ну, в принципе, мне вода уже нравится здесь более-менее. Достаточно. Дальняя вода. Просто вот смыть. То есть туман-то хочется оставить. А какое-то зелень еще там просто. Затуманить это все дело. И, ну, соответственно, нужно поймать отраженницу вот это. В воде. До конца свели его. Здесь некрасиво, поэтому можно все закрасить. И, раз ветки есть наверху, значит, где-то они могут быть и внизу. Вот у меня, кстати, вариант такой. Видите, ствол попал, расплылся. Но это не значит, что это место убито. То есть мы берем мастихин, и теперь это дело превращаем в удачный момент. То есть мы теперь делаем, снимаем здесь травку, и здесь получится как будто так все и задумано. На темном фоне у нас тут торчат такие высвеченные травинки. Свет же падает по-разному, и мы фактически мастихином делаем эту графику. Но опять же немножко, то есть не надо каждую травину рисовать. Всегда, говорю, мы только намекаем, что здесь есть какая-то форма. Чуть-чуть, чуть-чуть деликатно. В принципе, я, наверное, скотч снимаю и на своей закончу, а вот там уж с вашей посмотрим. Сейчас бы подсушить, конечно, еще границу берега почетче сделать, но, честно говоря, уже лениво. Сейчас чуть-чуть потемнее. Потемнее между плоскостями. То есть здесь все равно надо подчеркнутая такая тень где-то в бережке. Чуть-чуть можно что-то добавить. Ну и, соответственно, это все в траву превратить. Кто-то мне просто написал, а подпись. А где подпись? Так что надо подпись добавить, правильно, коллеги. Со временем. Так, ну это пару-пару-пару еще тут все-таки хочу добавить фрагментов. Ну, смотрите, мы что-то очень даже не рано закончили. Ну, что, мы сейчас это, как это? Ну, мы возьмем, мы его лично индивидуально подходим. Не знаю, не знаю, я хочу вообще практику доделывания убрать, потому что, ну, хочется, чтобы ваше было вот ваше. Да, хорошо. Я, как бы, не прочь, но мне хочется, чтобы вы чувствовали. Да, 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 сейчас. Не, не, конечно, конечно, мы сейчас все так и сделаем. Берем новый лист и все просто заново начинаем. Я шучу. Ветки теперь, когда подсохло, сделать более материальные, потому что кое-где все-таки дерево оно должно быть темненьким, то есть добавить не везде, но где-то можно вот этой острастки такой контрастной, потому что, ну, мы против света, если мы смотрим, силуэт должен быть где-то читаемый. Но, опять же, немножко, немножко, какие-то обтумане, веточки какие-то у нас, ну, вот такая-такая, самое интересное, что небо-то вот оно и не голубое, то есть резкость наводится, потому что все время, когда резкость поддвигаешь, потому что резкость теряется, вот так вот. Так, друзья, тут немножко отсвечивает, но вот такой у нас опять очередной туман, вода, мы тут такую историю летний туман мы продолжаем, что-то порисовали, надеюсь, что-то записалось. Еще забыли, мы передний план-то сделали, думаю, что-то не хватает. Тут же наш берег, на котором мы стоим, так он, в принципе, простой. То что мы делаем? Мы просто берем зеленый, здесь уже зеленый, потому что, ну, мы на траве стоим, и немножко надо, значит, ее как? Сюда посадить. Как ее посадить? Надо сначала сделать мазочек, ну, просто скотчем, я поскольку отлип, мне придется не очень аккуратно, то есть мы делаем плоскость, ну, вот эту такую плоскость, а потом нужно просто поднять эту плоскость до уровня, что это трава такая, она заходит прям, у нас трава заходит прям на воду. Ну, так вот, сначала грубенько, где-то, ну, такая достаточно высокая. Ну, сюда сделать, пару травинок перебить, ну, и тоненькой кисточкой надо сделать, там же красивые травиночки какие-то растут. Ну, чтобы это было. Порисовать парочку таких на фоне воды. Здесь простой сихся, скажи, листики какие-то сделать, ну, чтобы такая была живая растительность. А то тогда, да, передний план получился немножко незаконченный. Ну, это вот уже, когда референс не смотришь, вроде как теряешь моменты какие-то. Самое главное, что не вырисовывайте, да, то есть, все равно должно быть, мы же как бы силуэт видим, это все равно одно пятно, но со сложным ритмом. То есть, вы воспринимаете его, как будто это одна часть, вот у меня даже если много травинок, но все равно это вся одна такая и в колорите, и в форме. Ну, и можно даже какие-то туда добавить таких раз передний план, но у воды всегда что-то желтенькое растет, каких-нибудь пару желтеньких пятнышков, цветочков, ну, чуть-чуть. Для веселости такой. Они там растекутся, дадут какое-то ощущение такое вот. Может, как-то из воды, когда какие-то трагины торчат еще. А это уже, когда хочется совсем кучерявое все сделать. Ладно, нормально, пусть сохнет. Пусть сохнет. Все. Видите, видео дубль два.